Друзья мои, всем огромный привет, всем здравствуйте, меня зовут Таня, и рада приветствовать вас, дорогие мои, на своём канале. Я очень рада, потому что я наконец-то выбралась из болезни, наконец-то. Боже мой, если вы слышите какое-то гнусавое, гундосое какое-то нечто в моём голосе, вам не кажется. Я действительно перенесла недавно гайморит. И немножко обо мне смотрю в экранчик, чтобы посмотреть, всё ли окей, всё ли в фокусе. На мне сегодня вот такой вот а-ля современная бабушка, бабушка, да, свитер шерстяной, это Zara. Очень прикольные такие ретро-аксессуары, жемчуговые, пуговички, они и на кармашках здесь, и вот, собственно, на всей груди. Дополняю всё это я колечком с барочным жемчугом, вот такая вот маленькая тоненькая ниточка жемчуга висит у меня на рукаве, ну вы поняли, да? В общем, красная помада, яркое настроение, погнали, мои самые любимые ароматы на холодное время года. Имея небольшую, но коллекцию, понимаю, что из месяца в месяц, весь декабрь, половину января, да, я пользуюсь одними и теми же ароматами безумными, наслаждаюсь, кайфую, они прекрасно звучат, звенят в холод и мороз. Поэтому, ну, конечно же, очень хочу поделиться с вами своими красотками, своими флакончиками. Первый аромат это будет Lancôme Midnight Rose, вот такая вот розочка тут красивая. Сфотографировала этот аромат для своего инстаграма, вкладывала, да, вот, то, что я сейчас особенно часто ношу, и забыла эту розочку надеть. Где-то она у меня просто лежала в шкафу, и вот я ее нашла, думаю, блин, ладно уж. Это аромат сладкий, свежий, мускусный, аромат 2011 года, основные ноты малина, черная смородина, роза, жасмин и мускус. Я покупала его на Новый год в далеком-далеком вот каком-то, ну, не 2011, но вот около того году. Это были студенческие годы, мы гуляли, веселились, встречались с друзьями, ходили по кафешкам, по киношкам, ну, просто суперски проводили время. У меня этот аромат вызывает только приятные вот впечатления, воспоминания, ностальжи, вот моя машина времени в юность. При первом затесте этот аромат на меня произвел просто эффект вау. Он и сейчас, каждый раз, когда я его вдыхаю, производит на меня эффект вау. Этот аромат для любителей черной смородины. Но, несмотря на то, что в пирамиде там ягодки-цветочки, малинки-смородинки, да, это не простой аромат. Я бы даже сказала, вы знаете, он похож на какой-то яд, на какой-то очень ценный эликсир, даже сам флакончик, да, говорит нам о том, что это какая-то очень ценная жидкость, какой-то вот эликсир молодости, якобы, да, был какой-то фильм давно, там вот эти женщины пили эликсир молодости и не старели. Вот похож флакончик из того фильма. Мне очень нравится градиент на этом флаконе. Верх полностью прозрачный, а низ, видите, такой рубиново-фиолетовый. Очень красивый глубокий цвет. Так и в этом аромате. Это ягодки-цветочки, легкие прозрачные нотки. А внутри, в базе, это все такое перечновое, глубокое, густое, хоть воздух режь на кусочки, мускусное. Жасмин, роза и черная смородина, просто огромная корзина спелой, сочной черной смородины. Это самые главные лидирующие ноты в этом аромате. Он безумно диффузный, он очень яркий, он очень харизматичный, он заполняет любую комнату, любое пространство на раз-два. Максимум один-два пшика и выходим, выходим, гуляем на улицу, на природу, в парк, да, на холод, на вот этот прохладный морозный ветер. Он прекрасно звенит, он прекрасно звучит, этот шлейф километровый, смородиновый, боже мой, это потрясающе. Этот аромат для, 100% для любовных свиданий, это аромат для прогулок только для двоих. Но он очень манящий, сексуальный, прям такой густой эликсир, яд, который можно покорить. Следующий аромат это Бакараруш. Друзья мои, ну я не могла не показать, действительно, посмотрите, он у меня уже заканчивается практически за месяц, да, я выпила флакончик. Флакончик, он безумно тяжелый, стенки настолько твердые, настолько толстые, что этот аромат невозможно носить с собой в сумочке. Я его переливаю вот в такие вот атомайзеры и ношу из атомайзеров, кидаю в сумочку и ношу. Я заметила одну очень странную вещь, почему-то, уже не первый раз, кстати, когда я, допустим, с какого-нибудь сайта, там, с Духи Рефли, с какого-то еще заказываю от Леван Духов, а потом, если он мне нравится, покупаю флакон, то мне кажется, что из от Леванта, из флакончика вот такого вот маленького, железненького, аромат немного другой. Да, он на 80% такой же, как и во флаконе, но он какой-то менее стойкий, что ли, менее диффузный, менее как-то цепляется в вас, да. От Леванты от Левантами, но флаконы это безумно важно, потому что из флаконов вы получаете 100% тот аромат, который парфюмер хотел до вас донести, а не из вот таких вот маленьких от Левантиков флакончиков. Бакара Руш, это шафран, это жасмин, это еловая смола и серая амбра. Вот помните, очень часто на своем канале я говорю вам про аромат Coco Chanel Mademoiselle, что он удивительно одновременно и повседневный, казуальный, да, и нарядный, что этот аромат можно носить и впервые в мир. Вот, знаете что? Вот я нашла, не то чтобы замену, да, но я нашла достойного товарища, аромат одновременно и повседневный, и нарядный. Это земляника, перетертая с сахаром, это киосочек, в котором делают сахарную вату, этот аромат одновременно и легкий, летящий, акварельный, и очень-очень шлейфовый и стойкий. Люблю этот аромат, обожаю, пшикаюсь вообще минимум 6 раз перед выходом, отливаю себе вот сюда и ношу в течение дня, и перепшикиваюсь, я прям балдею, я наслаждаюсь этим ароматом. Нравится флакон, как я уже сказала, и мне нравится, что здесь такая вот железно-металлическая, тоже очень качественная, тяжелая крышка. Не то, что вот в ланкоме, например, пластиковая такая вот крышечка, которая, честно говоря, не особо-то держится на флаконе. И со временем, да, этот аромат у меня не первый год, она становится матовой, такой исцарапанно-непрозрачной. Это, честно говоря, не очень приятно. Было бы здорово, если бы, вот, конечно, все флаконы делались из качественных материалов, да, если это металл, то металл качественный, если стекло, то стекло тоже хорошее, толстое, качественное. Следующий аромат, это у меня будет аромат Tom Ford. Fucking fabulous. У меня вот такая вот малютка, я почти ее уже закончила. Это 3 миллилитра. Ой, боже мой, как я обожаю. Давайте по нотам. Аромат 2017 года, мускатный шалфей, лаванда, горький миндаль, кожа ваниль, бобы тонко и амбра. Для меня это аромат мятной вишни. Мятной, сочной, специевой вишни, которая лежит на такой вот мягкой коже. При первом затесте я никакой кожи не чувствовала. Для меня это была такая вот мятная вишня в шоколаде. Но когда я открыла пирамиду, я сразу молниеносно, знаете, как работает наше мышление, сразу молниеносно услышала и кожу, и какие-то там шалфеи, и амбры, и все на свете. Это безумно стильный, такой статный, очень красивый аромат. Я чувствую здесь такую свежесть лаванды, свежесть мяты, эвкалиптовость даже какую-то, вишню в шоколаде. И вот такую томность, знаете, почерк Форда, присущий каждому его аромату, такую дымность, темноту, такую мглу, знаете, вот эту почулистость, специевость, медицину. Но вот его особый почерк, это аромат, знаете, не сильно женственный-то в нашем привычном понимании этого слова. Когда мы привыкли, что такое все розовое, бантики, цветочки, как бы нет. Здесь не про это. Этот аромат, он более такой чувственно расслабленный. То есть это такая сочная, как я уже сказала, да, шоколадная вишня в мяте. Ты понимаешь, что ты классная, что ты расслабленная, что ты такая, какая есть, и что ты офигенная. Это очень стильный, это очень носибельный Форд, и это очень даже претендент на то, чтобы вырасти в полноразмерный флакон. Блин, самый маленький объем, 30 миллилитров флакончик. Он, кстати, черный матовый, такой, вааа, красивый, блин, стиль, вот стиль, ничего по-другому не скажешь. 15 тысяч рублей за 30 миллилитров. Блин, блин, блин. Мой лактонный красавец, мой гурманский любимец. Это Суд Пацифик Матан Калан. Ну что, давайте по нотам. Это про молоко, это про сахар, это про ваниль и сандал. Это моя супер-мега реалистичная, вкусная, сладкая и уютная сгущеночка. После Нового года я, естественно, да, в эти новогодние праздники очень много времени провожу с семьей, в кругу семьи, дома. Если мы куда-то даже выходим, то мы тоже выходим в составе семьи, и выходим мы как бы в гости к другому составу семьи. И этот аромат, он круто подходит. Круто подходит, он как бы дополняет вот этот вот весь флёр уютности, доброты, вежливости, теплоты, домашнего очага, когда всё хорошо. Этот аромат для меня олицетворение какой-то безопасности в детстве, да, когда всё хорошо, когда ты дома, когда дома родители, когда мама печёт блинчики, когда ты их наворачиваешь счастливый со сгущенкой и бежишь на улицу гулять. Просто эссенция доброты, вежливости, уюта и спокойствия, что всё хорошо и дальше всё будет хорошо. В декабре я его купила, вот показываю вам уровень жидкости, да, полфлакона уже нет. Вы понимаете, что этот аромат очень специфический, и я это тоже понимаю. Не знаю, наиграюсь ли я одним флакончиком, вырастет у меня этот флакончик в 100 миллилитровый, а не вот этот 30-ти, по-моему, миллилитровый. Не знаю, посмотрим, наиграюсь или нет, но пока что я просто в любви, в наслаждении, я купаюсь, я купаюсь в этой сгущенке. Ну и последний аромат на сегодня, это будет кинзо, вот такая вот из розового золота льдинка, это кинзо интенс, лёрпа интенс. Тоже опять вот эта вот дурацкая пластиковая крышка, которая не держится и со временем стала непрозрачно матовой, что не очень приятно, если честно. А вот стекло, стекло, конечно, очень красивое, переливается, да, тут остаются пальчики, отпечатки, но посмотрите, все эти углы такие гладкие, боже мой, это похоже на гипноз. Это красное яблоко, это лотос, это пион и пачули. Это очень приятный аромат яблочного штруделя с ванильным шариком мороженого. Это про красное сладкое яблоко, не кислое, нет тут никакой кислоты, это действительно очень сладкий аромат яблока, запечённого в сахаре. Лотос, да, и вот пионы, они дают такой холодок, как будто бы вот мороженое. Ваниль, конечно же, делает это всё, это всё гарманистическую, гурманскую историю, ну просто, просто супер-мега вкусный. Опять же, аромат очень уютный, очень сладкий, очень приятный, обволакивающий, такой прям тёплый, убаюкивающий даже. Вы знаете, я вот люблю ароматы яблочных штруделей, пробовала несколько до этого. Например, тот же самый танец стрекоз, да, он яблочный, да, он про штрудели, но там всё какими-то намёками. Для меня он недостаточно, недостаточно десертный, он такой намекающий, такой как бы акварельный. А здесь действительно мне нравится, это такое конкретное настроение десертное. Я уже практически заканчиваю флакончик, видите, осталось там немножечко совсем. И расстроена, что этот аромат не так-то легко и найти. Во-первых, в магазинах его уже нету, к сожалению, он есть в свободной продаже там на Духе РФ, например. Ну вот жалко, жалко, что его сняли. Если вы любите штрудели, если вы любите десертный аромат, если вы любитель гурманики, попробуйте. Он недорогой, и он реально штрудел с мороженым. Друзья мои, ну и это, наверное, всё. Я показала вам все мои ароматы, которыми пользуюсь каждый день, обливаюсь. Вот не меньше. Вот если куда-то иду, вот прям, вот прям во все красиво, во все оружие. И вы так тоже делаете. Нет никого стесняться. Вот понимаете, никто не стесняется пахнуть плохо. Или там никто не стесняется сказать какую-то гадость. А вот вы стесняетесь, например, немножечко пахнуть вкуснее, чем это ожидается обществом. Ерунда всё это. Пользуйтесь ароматами вдоволь. Наслаждайтесь ими. А то зачем они тогда нам нужны? Вот действительно. На этом потихонечку начинаю заканчивать, а то вот расхожусь уже совсем не в тедебре. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии этому видео. Мне будет очень приятно ваша обратная связь. Напишите, какие ваши любимые ароматы вот на холодное время года. Я поняла, что чем меньше, тем качественнее. Вот чем у меня ароматов меньше, я себе делаю даже такие капсулки небольшие. Вот, например, декабрьские капсулки, январские. Я раньше никогда этого не делала. Сейчас только начала это вводить в свою парфюмерную жизнь. И вы знаете, мне нравится. И я прям погружаюсь в аромат. У меня с ним возникают какие-то даже истории совместные. Якорица этот аромат. А это здорово для парфюманияка. Ну, в общем, всем огромное спасибо за внимание. Я вас целую и обнимаю. До скорых встреч и пока-пока.